Самое время вернуться к самому амбициозному проекту на канале NixTanks. Приветствую! С момента прошлой серии я понял одну важную вещь. Корпус панцира третьего можно использовать как подставку для яблок или чего-то другого. На самом деле я понял, что придумал кучу новых интересных видео и проектов в этом году для вас. Будем потихоньку реализовывать уже со скорого времени. Ждем вместе, а сейчас и я начну стройку панцира третьего. И стартовать я буду с внутрянки. И конкретно сейчас с движка. 300-сильного V-образного 12-цилиндрового бензинового карбюраторного двигателя Maybach HL120TRM. Вот деталье. Здесь детали непосредственно двигателя и их совсем немного. И еще меньше мелких деталей. Боюсь с деталировкой здесь трабл. Окей. Будем решать проблемы по ходу. Еще есть отдельно листик с навесным оборудованием. Но то будет несколько позже. Повырезал крупняк. Некоторые детали представлены коробчатыми элементами. Начнем с блока двигателя. Количество надрезов свидетельствует о количестве изгибов, которые следует произвести. Процесс изгибания блока довольно забавен. Требуется из одной плоскости вывести 10. Итогом должна стать деталь сложной формы. Торцы блока помещаются заподлицо с самим блоком. В таком случае я укреплю их. Укрепив даже чрезмерно, я бы сказал, детали блока соединяю в единое целое. Наигравшись с блоком, навешиваю его деталями. Сначала коробчатыми. Потом пойдут разные кругляши. Вот такое количество бочкообразных деталей. И их немного. Но на их изготовление ушло 2 дня работы. Постепенно приклеиваю добро на двиг. Склею выхлопные коллекторы. Отверстия между трубами не вырезал, поскольку это может оказаться трудоемко, а их все равно не будет видно. Ну и остаются неприклеенными некоторые детали. В том числе имитация воздушных фильтров. Сам движок получается крайне скудным в плане деталировки и отдаленно похожим на тот самый Maybach. Оставив двигатель в стороне, принялся за различные баки. Лепестки сформую линейками. Если рез под изгиб точный, то дальше все идет как по маслу. Немножко суперклея на торцы и хирургически фиксируем. Вот такие два коробчонка, размерами практически как коробки спичек. И вот еще два других. С ними случилась проблемка. Они сделаны симметричными, а должны быть асимметричными. Чтобы была возможность соединить их трубой. Но это решаемый вопрос. Другим крупным узлом является такой вот телевизор, в котором находятся вентиляторы, трубы отвода выхлопных газов и другие детали. В этой детали требуется прорезать два больших круга под вентиляторы. Воспользуюсь ножом-циркулем. Хорошо, что в самих кругах есть точка центровки циркуля. Иначе центр круга пришлось бы находить вручную. Проворачивая деталь, получаем идеальный вырез. С такой методикой и куча катков не будут нам страшны. Из маленьких отверстий будут идти трубы глушителей. Патрубки возьму от кабеля для телевизора. Как видно, его жизнь уже потрепала. А сами отверстия выбью пробойниками. Не зря я эту штуку обозвал телевизором. Дальше небольшие сложности. Надо вклеить обод вокруг вентиляторов. Я его скруглил на стержне. Буду по чуть-чуть засовывать в отверстие. И прихватывать на суперклей гель. Такая техника приклеивания может подсобить при склейке колес бумажных моделей техники. В верхней части получилась щель. Из-за того, что чрезмерно обрезал обод. Но его все равно не будет видно. Еще более увесил деталями телек, заглушки под вентиляторы и прочее. Дальше сами вентиляторы. Стоит прорезать лопасти. Лопастям придал необходимый угол атаки. И чтобы лопасти остались в неподвижном положении, я пролил суперклея на их основание. После подкрашивания вентиляторы установил на штатное место. На сами вентиляторы предстоит приклеить еще по одной детали. Условно назову их колпачками. Они требуют шпатлевания в силу того, что эти детали даны косячными в самом наборе. Разложу всю проделанную работу за эту серию. А это штатные детали двигателя и навесного оборудования из набора. Есть еще глушители, но они вне корпуса танка. Также предстоит работа над трансмиссией. Там такой же, если не больше фронт работы. И если сравнивать наш двиг с реальными фото или с топовыми наборами в 35 масштабе пластик, то наш сильно уступает в плане детализации и копийности. Но я вам скажу, что это не конечная итерация этого двигателя. И в рукавах у меня спрятано пару тузов. А сейчас время огласить модель прошедшего года. Новогодний видос посмотрело больше 1 тысячи человек. И победителем стала, как вы думаете, какая модель. На третьем месте оказался танк Т-80. Второе место неожиданно для меня взял торпедный катер. А золото в этом году заслуженно достается, па-па-па-бам, КВ-220. Спасибо всем за участие в выборе модели года. Ну что ж, встретимся совсем скоро. Удачи, пока! Продолжение следует...